всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду бутерброды трескают практически везде в любой стране мира естественно есть везде свои вариации в россии чаще всего бутерброд это кусок хлеба с колбасой или сыром как правило холодный в испании бутерброд это бакаде или тостадо бакаде это закрытый бутерброд багет разрезают вдоль потом раскрывают кладут какую-то начинку обычно сыр или хамон либо сыровярный либо вареный ветчина по сути либо и то и другое вместе маслицем закрывают и едят тостадо это поджаренный на сухую кусок хлеба от слова тост приправленный чем-нибудь приправляют чаще всего в наших краях свеженатертой помидоркой и оливковым маслом холодного отжима экстравержим таким ароматным пахучим вот казалось бы несмотря на простоту но штука получается очень вкусная на канале есть я показывал и бакаде и тостадо да если тостадо от слова тост то бакаде от слова бока рот у итальянцев бутерброд это брускетто это поджаренный кусочек хлеба как правило чиабатта идет на эту брускетту до поборники правильного произношения которые аж самой италии были их там научили говорить не чиабатта а чиабатта да наплевать всем что вы итальянцы произносят это дело как чиабатта в русском языке прижилось слово чиабатта так же как в русском языке китай называют китай итальянцы китай называют чина а китайцы гляди кси да называют свою страну чонго но вы же на русском не говорите чонго говорите китай ну так а чё с чиабатой голову морочите всем чтобы брускетты вы могли приготовить быстро у вас в холодильнике должен быть определенный набор заготовок очень простых у меня не есть но я вам сейчас покажу как я их готовлю вторите за мной в большом количестве запасайтесь тоже будьте быстро готовить набор продуктов и основные этапы готовки в конце как всегда ролику укажу приступим фартук чтобы не обляпаться сладкий перец надо смазать маслом со всех сторон вот так вот оливковая использую да ароматная и отправить духовку под верхний гриль температуру можно установить повыше градусов 220 нормально будет мне надо обуглить шкурку что появился такой аромат дымка я пока грибов нарежу довольно мелко это тоже для заготовки все брускету подают обычно в качестве закуски перед основным блюдом но если у вас все заготовки но мы есть в холодильнике то чего вам такие бутеры себе на завтрак не готовить правда так грибы как следует обжарю на сливочном масле шампиньон на мой вкус очень интересный гриб его можно есть сырым и это будет один вкус его можно слегка запечь и это будет другой вкус его можно отварить это будет третий вкус и его можно очень сильно обжарить практически до черноты тогда вкус сконцентрируется станет очень резким сильным это будет четвертый вкус вот такой сильно обжаренный мне нравится больше всего я его использую и когда картошку жареную готовлю и допустим в начинку для грибных пирожков это обалденный гриб главное вкус в нем сконцентрировать выпарить все вот эти вот влагу лишнюю обжарить до черноты почти все подробности рассказываю показывал ролики про крем суп грибной шампиньон на канале есть ссылочку в конце вернее в описании ролик тоже размещу если вы его ничего не готовили вы просто понятия не имеете насколько вкусен может быть один гриб готовьте займусь помидорами для бруске ты лучше выбирать такие мясистые и сердцевину все равно надо удалять чтобы поджаренный хлеб не размокал от сока вот этот сорт кстати не знаю как называется такой темно-зеленый это спелый мне нравится больше всего даже зимой на миде довольно яркий вкус насчет грибов сначала на сковороде они дадут сок потом этот сок выкипит и только затем огонь надо убавить и затем томить под крышкой до потемнения но огонь действительно нужно делать слабый чтобы они не поджарились чтобы не и стали такими примут рыжевато высушенными именно протомить нужны темные упругие маленькие классные после чего перекладывать их в банку заливаете растопленным сливочным маслом и хранить и в холодильнике прекрасно хранятся перец уже запекся пусть постоит остынет это вторая заготовка вот такой запеченный перец очищаю от шкурки кладу в баночку заливаю оливковым маслом и храню в холодильнике прекрасно стоит процесс идет я займусь баклажаном вот его заготавливать не пробовал а надо как попробовать нарежу таким мелким кубиков относительно мелким его можно поджарить но мне больше нравится идея запекания так он масло гораздо меньше возьмет на и посолить конечно духовку под верхний гриль так что у меня осталось сладкий лук остался ненарезанным тоненькими полукольцами его и чеснок для грибов помельче отлично все сюда добавляю чеснок и немного посолить одна брускет у меня будет вегетарианской вторая с куриной грудкой но перед началом работы с грудкой надо завершить овощную часть для брускет вот этого количества перца будет достаточно остальное в банку и маслом его перец кубиком нарубить и пусть полежит и чабату нужно резать грибы тоже готовы и баклажаны готовы ну собственно у меня уже почти все готово выхожу на финишную прямую вот теперь представьте выходите вы на кухню достаете из холодильника готовые грибы которые сохранятся в баночке достаете сладкий перец который сохранится в баночке отложили сколько надо достали с холодильника куриную грудку хлеб отправили под верхний гриль подрумяниваться грудку нарезали пластинками потоньше 6 миллиметров может быть 8 не больше и быстро минуты затянут за пять край поджарили и 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 у вас тостер есть то все еще проще становится можно собирать грибы с грудкой смешать и добавить печеный перец сюда лично грибы соленые а грудку ты не сорил так что соли сюда и оливковое масло и перемешать красота теперь со второй начинкой баклажан помидор и перец и лук сладкий и свежий базилик у него такой потрясающий аромат говорят его кое-кто на подоконнике выращивает не получается в руки не из того места растут а вот такие брускеты у меня получились заметьте если у вас холодильнике есть заготовки и перец сладкий стоит запеченные и грибы обжаренные в баночке то что готовится очень быстро баклажаны нарезанные можно запечь вместе с хлебом если как я сказал у вас есть тостер то еще быстрее получается грудка вообще моментально готовится короче это классная штука ну конечно надо озаботиться заготовками на все про все не больше 20 минут у меня предвкушение даже голос сел слышите да так сначала с куриной грудкой и с грибами обалденно грудка сочная нежная грибы классные с очень насыщенным вкусом перец сладкий его кстати много не надо он здесь для аромата он вот этот дымок дает вообще лучше конечно углях его запекать но где вы угли дом возьмете духовка прекрасно если у вас есть газовая плита то прям на огне обожгли дымок получится от этой самой шкурки сняли ее он поставит в масле масло кстати в баночке тоже ароматный получается на пропитывается этими ароматами и вот эти масла тогда нужно все дело заправлять получается просто бомбически свежий базилик слушайте у нас его купить крайне сложно крайне редко бывает и очень дорого стоит я пытался вырастить на подоконнике не знаю почему не растет на руки не оттуда у вас может быть получится вырастить в конце концов нет базилика используйте сухой базилик пас ароматизируйте базиликом возьмите ароматное хорошее с холодным отжимом холодного отжима оливковое масло дорогое перелейте в бутылочку небольшую и добавьте туда сухого базилика или на рынке возьмите там фиолетового и пусть он постоит там 35 дней вас масло будет с ароматом базиликом с ароматом базилика вот таким маслом заправлять бомба получается просто бомба обладать так ну а теперь вегетарианский мне кстати говоря вот такие нравятся даже больше чем с куриной грудкой потому что здесь очень классные получаются паклажаны и конечно можно сковороде жарить но в духовке они не такие масляные их можно все равномерно подпечь вот до начала опять же уже как бы уже начинает сгорать как будто да то есть слишком тёмно слишком коричневый тогда у них запах появляется уже дымка как будто на углях просто класс прекрасно часто появляются вопросы вы матчишь ли ты баклажаны чтобы избавиться от горечи мне ни разу в жизни не подались баклажаны которые горькие без вымачивания я читал в интернете выяснилось что когда-то были некоторые сорта в которых собирается чё-то там горечная кислота или то ли еще что-то их надо вроде бы вымачивать но сейчас таких сортов днем с огнем не найти короче вы ориентируйтесь на те баклажаны которые есть у вас вымачиваете или не вымачиваете классная штука брускетты можно даже просто с помидором и с перцем запеченным делать без баклажана можно только с помидором можно с вялеными помидорами сделать вот так вот классная штука будет я верил помидоры на канале очень давно ищите в плейлисте соответствующем ядонально без мяса без птицы без рыбы без всего да и просто набираете вот на основной странице канала там где шапка то есть там список там видео плейлисты и прочее есть лупа такая вот рядом с этой лупой щелкаете и сбиваете что вам нужно там помидоры томаты или там рыба птицы придать поиском по каналу конкретно не на всем ютубе по каналу пользуйтесь и наслаждайтесь извините обалденно обалденно короче я надеюсь что вам такие брускетты понравились если кто-то итальянский знает или в италии был и провод другие брускетты друзья мои италия большая в самых разных краях и весь их италии самые разные брускетты готовят и такие я там тоже ел тоже ел и кстати ел я их в сиене когда мы там катались сиен городок такой очень интересный если кто не был пойти обязательно на это позвольте с вами попрощаться напоминаю что по промо-коду фреска вы можете получить скидки на обалденные ножи самура вот у меня вот такой смотрите метеора обалденный а грудку я резал таким классным просто японской катаной практически да ну как катка жили катана но для танта на нас сойдет вот промо-код фреска позволит вам сэкономить огромное спасибо за компанию всем пока метеора